приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы агрогороскоп с 7 по 10 ноября 2021 года и начинаем агрогороскоп с воскресенья это 7 ноября когда луна будет в стрельце это уже растущая луна но в этот день вот луна без курса с 13 часов 46 минут до конца суток и естественно в стрельце в это время мы ничего не сеем и не высаживаем рассаду что касается рассады любые растения не высаживайте в этом знаке стихии огня корневая система очень маленькая слабая и не дает того урожая на который мы рассчитываем в саду очень хорошо там где уже холод уже температуры понижаются нужно укрывать теплолюбивые растения тоже очень хорошее время в знаке огня растение не запревает но снова же если ваше растение еще тепло и не готовы к тому чтобы их укрывать не созрела древесина не спешите пожалуйста укрытие только проводится когда температура опускается минус 3 минус 5 особенно это касается винограда тогда древесина уже готова к укрытии вот в эти моменты выбираете теплые такие солнечные скорее всего сухие дни и укрываете свои растения зеленые операции в это время проводятся зеленые операции имеется ввиду обрезка зеленых частей на зеленых растениях это в основном касается жителей садоводов теплых стран теплиц таких у нас тоже очень много зрителей а также тех кто выращивает в лоджии на подоконнике различные растения для цветов открытого грунта очень хорошо в это время также заняться укрытием теплолюбивых растений и естественно сохранить их подготовить к зиме комнатные цветы для них актуальны зеленые операции комнатные цветы зеленые операции это значит листики уже засохли цветонос уже завершил свое созревание можно его обрезать оставив стрелочку вот это и есть зеленые операции но естественно не забывайте профилактические обработки против вредителей и болезней это очень актуально в знаке стихии огня поливы бесполезны растения заняты другими делами они не воспринимают воду в это время но естественно подкормки тоже не проводим а вот что касается сбора урожая заготовок а также закладки на хранение прекрасное время используйте его для того чтобы ваши овощи фрукты плоды и ягоды хорошо хранились единственное что из этих заготовительных работ не проводите квашение потому что получается сухая жесткая и горьковатая капуста да и яблоки тоже жесткие а сейчас мы рассмотрим два дня очень важных дня я их сама жду и уже готовлюсь к ним очень основательно и вы пишите когда мы уже наконец-то получили саженцы будем высаживать кто-то еще зимой чеснок и лук будет высаживать да вот пожалуйста 8 и 9 9 до 16 30 практически весь световой день при нынешнем световом дне можно заниматься посадкой озимого чеснока озимого лука проводить позимние посевы это для северных регионов подходит позимние посевы вершков и корешков а также тех кто спрашивал когда можно посеять эустому в ноябре месяце можете использовать этот день очень хорошо не несмотря на то что эустома очень долго сходит но зато будут сходы долго будем ждать но зато они крепыши получаются такие хорошие здоровые растения тем более осень так что вот эта подсказка для цветовода возможно у вас еще есть такие долго схожие цветы или растения используйте в знак козерога очень хорошее время рассада и пикировка да в это время замечательно и рассаду любую высаживать и проводить пикировку растений в саду очень много дел можно высаживать любые саженцы и 8 и 9 это и плодовые и еловые ягодные растения декоративные пожалуйста все 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 цветочные растения древесные все высаживайте в это время если у вас хорошая погода если есть запас еще теплых дней пожалуйста это учите в это время тоже можно проводить обрезку в саду это козерог очень хорошее время и начало растущей луны а также нарезайте в это время это касается тех регионов где уже минус 3 минус 5 было древесина готова и можно нарезать черенки для укоренения и для весенних прививок не забывайте что их нужно обязательно правильно сохранить у каждого свой способ так что используйте пожалуйста вот этот момент далее комнатные зеленые операции проводим в козероге начало растущей луны очень хорошо зеленые операции для любых растений зеленых теплые страны теплицы и в комнате лоджии подоконники и так далее цветы открытый грунт подготовка к зимовке защита от вредителей проводите пожалуйста и от болезней различные мероприятия в разных регионах это хорошее время для комнатных цветов цветоводы вот у вас сейчас будет много дел конечно же черенки нарезаете и укореняете их сразу же также хорошо высаживать уже готовую рассаду пересаживать перевалку делать поливайте и подкармливайте в эти дни 8 9 понедельник и вторник в козероге очень хорошо подкормка для тех растений которые уже собираются цвести или цветут обязательно давайте им подкормочку но не увлекайте зимний период делайте эту подкормочку половина инструкции ну крайне случае 70 процентов вот именно в эти дни это под корень полив идет козерог дни корня хорошая получится эффективная вот эта подкормочка поливы и подкормки очень хорошо проводить в знаке козерог далее вот очень важный момент восьмое и девятого смотрите мы столько можем с вами дел сделать здесь можно собирать урожай заготовки делать различные закладывать на хранение и также вот 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 это квашение капусты яблок замечательно получится в козероге очень вкусно получается капуста яблоки и так далее может быть что то еще вы квасите все это очень хорошо получится приятного аппетита и вкусных заготовок ну и как всегда мы рассматриваем еще один день это день сразу же после знака основного знака который мы рассматриваем постарайтесь 8 9 все посевы посадки провести потому что водолеи и не сеем ничего и не высаживаем рассаду вот такой это знак в саду можно обрезать растения а также защищать от вредителей и болезней снова же в каждом регионе в каждой стране в это время свои способы и свои материалы для защиты от вредителей и болезней и садовых растений и также цветочных зеленые операции проводим это знак стихии воздуха прекрасно быстро заживают раны для цветов открытого грунта тут же хорошо проводить обрезку где еще не обрезали сухие веточки цветы все что нужно подготовить растения все то что нужно обрезать перед тем как укрыть или просто присыпать листиками на зиму пожалуйста обрезайте в это время пройдут эти операции очень хорошо для комнатных цветов тоже актуальны зеленые операции а также защита от вредителей и от болезней это очень актуально вот поливы и подкормки все завершился пока период в козероге здесь делается перерыв в знаке стихии воздуха именно поливы дает загнивание корней и растение постепенно затем погибает зато можно собирать урожай заготовки различные готовить на зиму и закладывать на хранение уже собранный урожай а вот с квашением уже все мы в козероге заквасили все сделали теперь у нас перерыв для этих работ аж до времени луны в знаке телец хотя мариновать можно каждый день как у вас есть желание так и делайте позади у нас агрогороскоп 7 по 10 ноября 2021 года время московское а впереди еще две рубрики очень важные рубрики первая рубрика луна для дома что можно сделать в этот период и так 7 ноября в стрельце очень хорошо в знаке стихии огня растапливать первый раз печку и если у вас камин давно не топился пожалуйста растапливайте очень хороший период воздушная пробка легко при малом количестве снова же если это первый раз дров или же лучше всего сухой спирт прекрасно потом растопите печку и далее уже все остальные дни когда уже будут и другие погодные стихии в это время печка будет гореть хорошо начните в знаке огня стрижка волос по-прежнему в стрельце еще у нас время черной луны наблюдается поэтому в это время не стригите волосы и не красьте покраска в знаке стихии огня всегда ведет к тому что волосы выгорают и потом их нужно восстанавливать мытье волос очень хорошо очистка кожи нет у нас на растущей луне видите весь период мы не проводим эти операции различные мероприятия они бесполезны наоборот даже дают развитие различных проблем на коже наши зрители попросили дополнить наш список дел с телом и этот в этот список стрижка ногтей выделяется отдельной строкой можно стричь ногти в знаке стрелец ремонт все работы прекрасно пройдут знак стихия огня быстро сохнет красиво получается и покраской побелка и клеить обои хорошо все работы очень хорошо получается быстро сохнет и качественная получается работа проветрение вещей естественно если нет дождя на улице солнышко или даже ветерок всегда это очень хороший результат для того чтобы подсушить и получить вот в этом знаке получается такое воздушное ароматное белье или же одеяло матрас подушка вот это можно использовать этот день для проветривания рукоделия еще нет потому что в стрельце это время огня время быстроты и естественно усидчивости в это время не будет и появляется куча новых каких-то дел забот и бросаешь это дело если завершать надо можно это делать начинать творческую работу с рукоделием не рекомендуется стирка плохо отстирываются пятна знак стихии огня да еще растущая луна только используйте пятна выводителя они сейчас есть потому что очень плохо отстирывается в это время белье вот с этими какими-то проблемными местами уборка в доме да тоже хорошо особенно если вам нужно натереть мебель вытереть стекла зеркала вот это посуду натереть очень хорошо это время для того чтобы сделать вот эти важные дела уборочные дела в доме теперь рассмотрим еще два дня это знак козерог понедельник вторник что хорошо в козероге печка первый раз растапливать не рекомендуется если вы растопили раньше теплая печка можно растапливать и топить чтобы было тепло если же первый раз лучше пропустите или раньше используйте седьмого или позже десятого стрижка волос да вот это уже хорошее время в козероге пожалуйста стригите волосы покраска волос очень мягко пройдет цвет красивый будет и волосы не будут так сечься и гореть мыть волосы тоже очень хорошо в это время очистка кожи по-прежнему у нас до полнолуния вернее до сожженного конца сожженного пути полнолуния мы эти работы не проводим и так с очисткой кожи у нас перерыв стрижка ногтей в козероге на растущей луне замечательно пройдет если даже проблемные ногти тоже обязательно используйте эти дни для ремонта эти дни не подходят и для проветривания вещей вот этот момент пожалуйста себе отметьте не используйте рукоделие да конечно творческий знак очень хорошее творческое время для того чтобы начинать какие-то творческие важные проекты дела с вязанием шитьем вышиванием и так далее стирка стирка в это время козерога хорошо получается кстати и сохнет хорошо в это время уборка в доме можно проводить очень хорошо тоже получается если только у вас там сильные загрязненные то лучше конечно это делать на убывающей луне но у нас уже позади убывающим мы вот эти все проблемные ремонтные уборочные дела сделали поэтому можно убирать если есть в этом необходимость не будем же мы ждать до того момента когда будет убывающая луна и потануть в герези поэтому я уборку провожу всегда под настроение и чтобы было чисто это вот момент когда нужно поддерживать постоянно в чистоте свой дом ну и завершается наш обзор луны для дома знаком водолея это будет у нас 10 ноября луна водолея уже войдет в знак в среду что можно да вот воздушные такие потоки можно использовать для того чтобы растопить печку далее стрижка волос тоже очень хорошо вот водолея это знак стихии воздуха поэтому используйте для покраски есть сейчас такие они дорогие краски с разными травами какие-то оздоравливающие используйте если есть необходимость именно вот эти краски мытье волос тоже хорошо пройдет очистка кожи нет стрижка ногтей тоже очень хорошо будет ремонт отлично проветривание вещей тоже отлично пройдут и будет особый аромат особенно там где небольшой морозец был естественно если погода дождливая осадки на улице то эти работы не проводим и амивиду не выносим на улицу для проветривания свои важные вещи из дому рукоделие в водолее не приветствуется снова стихия воздуха какие-то другие дела появляются куда-то надо идти и спешить и нет той усидчивости которая есть вот в знаке козерог если вы же вы начали в козероге можно продолжать эти работы далее по стирке плохо отстирываются пятна это знак стихии воздуха естественно для этого используйте различные пятна вы водители но и уборка тоже очень хорошо проводится в эти дни луна для здоровья рассмотрим 7 ноября когда луна будет находиться в знаке стрелец в эти дни очень уязвимы печень тазовой кости органы малого таза бедра кровеносной и нервной системы поэтому будьте осторожны с алкоголем копченостями и шашлыками жирными продуктами и приемом лекарств избегайте их в это время ну а что можно в это время себе позволить для своего тела но естественно нежирные сорта мяса нежирную рыбу растительные масла молочные кисломолочные продукты различные орехи а также морковь свекла топинамбр капуста различная петрушка укроп базилик пастернак сельдерей ну и другую зеленушку очень хорошо для тела в это время овощные супы горох фасоль а также различные каши 8 и 9 ноября когда растущая луна будет будет в знаке козерог обратите внимание на такие органы в эти дни они уязвимы это желчный пузырь скелет костная вся система сюда входят кости суставы сухожилия особенно колени вы их ощущаете именно в это время я по крайней мере уже это давно наблюдаю по-прежнему нельзя в это время и 8 и 9 принимать любой алкоголь кофе шоколад жирную жареную еду копчености острые соусы много соли исключайте в это время и также не рекомендуется есть в это время майонезы различные что же можно а можно постное мясо яйца отварные морскую рыбу естественно уже нежирную растительные масла молочные кисломолочные продукты различные орехи благо их сейчас много есть а также можно из овощей морковь свеклу лук очень полезен в это время базилик пастернак капусты различные петрушка укроп сельдерей клёква появилась и гранаты очень хорошо для нашего тела в это время но и особенно на те органы которые сегодня требуют внимания особое внимание также в козероге очень много хочется еды и очень хочется вот из теста что-либо поэтому и готовьте макароны изделия они хорошо пойдут в это время можно из готовить различные продукты блюда из свежих и вареных овощей и пожалуйста шиповник уже есть чай шиповника очень хорошо во время нахождения луны в знаке козерог 10 ноября растущая луна уже будет в знаке водолей а в это время уже уязвимы ноги особенно лодыжки голеностопные суставы икры мышечная система нервная система кровообращение сосуды ног сердечно-сосудистая система будьте внимательны в это время как раз хватает вот это сложное время судороги икроножных мышц поэтому пожалуйста будьте внимательны тепло одевайтесь на ноги теплые носки обувь должна быть тоже теплая и в это время также возникают часто боли по ходу седалищного или бедренного нерва особенно в области голени будьте внимательны в это время также актуальны тромбофлебиты это что касается на что нужно обратить внимание и кроме теплых вещей и как можно меньше находитесь на ногах лучше полежать посидеть в это время используйте мази различные и ноги поднимайте вверх дайте им отдохнуть из питания вот оно подошло время когда уже можно использовать мясо все были дни когда нельзя жирные шашлыки да вот в это время если конечно ваше тело принимает эти продукты мясо различные продукты из мяса шашлыки копчености можно но не увлекайтесь особо колбаса различные особенно домашние снова же различные консервы любая рыба и рыба продукты очень хороши в это время из каш лучше отдать предпочтение гречневой и пшеничной овсяной овсяночки а также готовьте в это время проростки зерновых и бобовых а хлеб используйте с отрубями очень хороши практически все свежие овощи кроме картофеля очень фрукты свежие без термической обработки очень хорошо для нашего тела да тело очень любит в это время наши органы какао готовьте какао орехи мед сухофрукты молочнокислые продукты йогурты в это время очень вкусно идут и принимая за организм из бобовых фасоль соя а из чаев очень хорошо приготовить чай из ромашки или каркаде вот от чего нужно отказаться от сладостей от продуктов от продуктов которых есть крахмал от газированных вод различных консервированных напитков кока-кола различные напитки газированные которые продаются в магазинах перенесите прием если вы очень любите прием этих напитков на другое время а также не рекомендуется в это время шоколад грибы но естественно картофель и так сегодня у нас был агрогороскоп с 7 по 10 ноября 2021 года авторы канала раиса горяченко александр волик желают вам удачных дел хорошей благодатной погоды для того чтобы вы высадили то что запланировали посеяли тоже то что запланировали чтобы погода вам способствовала этому а также желаем вам крепкого здоровья хорошего позитивного вам настроения всех всех мыслимых и немыслимых благ до новых встреч на нашем канале